Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Ну, я проснулась, включила члена семьи в этой комнате, но страшно хочу есть. Вчера очень долго общалась со своими подписчиками. Есть хочу жутко, поэтому идём делать завтрак. Завтрак, знаете, от кого? От Светланы Почичуевой. Сегодня будет у нас на завтрак ленивые пирожки. Блины я делала, а ленивые пирожки ещё не делала. Поэтому сейчас мы с вами их и приготовим. И посмотрим, вкусно или нет. Какой завтрак нам предлагает Светлана Почичуева? Посмотрим. Тесто я буду делать своё, как я обычно делаю. А начинку буду делать так, как мне советует Светлана Почичуева. Так, берём одно яйцо. Вот! Хоп! Добавляем. Так, ничего там не попало? Вроде нет, всё нормально. Дальше. Простокваша. Или скисшее молоко. Это обязательно. Именно скисшее молоко. Или простокваша. Я выкладываю всё, потому что сделаю много для себя, себе на завтрак и маме с тётей. Так, сколько у меня тут простокваши? термостатное. 400 грамм. 480 грамм. Я добавляю соду. Чуть-чуть. Я добавляю сахарный песок. И я добавляю соль. А теперь венчиком всё перемешаю. Перемешала. Так, дальше. Берём муку и просеиваем. Тесто должно получиться, как густая сметана. И перемешиваем. Ну, это точно так же, как я делала блины. Только более густое тесто. Чтобы все комочки у нас разошлись. Вот такое густое тесто должно получиться. Я всегда даю тесту, которое я делаю на блины, на оладушки, немножко постоять. Потому что немного постояв, оно загустевает. И иногда приходится даже добавлять жидкости. Поэтому вот сейчас мы с вами это сделали. И даём тесту нашему постоять. Пусть в стороночке постоит. Так, а тем временем мы будем готовить начинку. Для начинки этих ленивых пирожков нам понадобится лук. Я взяла небольшой пучок лука. И мелко-мелко сейчас его порежу. Лук я порезала. Рецепт очень простой. Совершенно простой. Многие из вас его наверняка знают. Теперь я отварила два куриных яйца. Их надо почистить. Я очистила два яйца. Теперь мне их нужно порезать. Не знаю кто как. А мне удобнее всего яйца резать на руке. Вот сейчас я начала для красоты резать. Так как положено, для съёмки. Я не люблю так резать. Я режу их вот так. Вот так. Так резать нельзя. Но я режу так. Для всех салатов. Мне так удобнее. Не знаю с каких времен это пошло. Но для всех салатов яйца я режу именно так. Мне кажется на досочке намного дольше. Не знаю почему. И никогда я ещё себе руки не резала. Ну вот привыкла так. Мама моя так резала. И я так режу. И бабушка так резала. Так что Кто как. Кому как удобнее. Вот так. Начинка у нас готова. Теперь возвращаемся опять к нашему тесту. Вот такое густое оно получилось. Так. Теперь. Я всё тесто использовать не буду. Потому что я хочу попробовать с этой начинкой вот эти ленивые пирожки. Поэтому часть теста я отложу в отдельную мисочку. И смешаю с той начинкой, которую я приготовила. Я так думаю, что можно использовать не только такую начинку, но и любую другую для этих ленивых пирожков. И кладём сюда начинку. Сейчас перемешаю. Посмотрим. Сделаем так, чтобы начинки было много. Я использую всю. А тем временем я поставила сковородку на плиту. Включила её для прогревания. Вот такая масса у меня получилась. Видите, какая она красивая. Сковорода у меня разогрелась. Я добавляю растительного масла. Приготовлю тарелку. Сейчас проверю, разогрелась ли сковорода. Разогрелась. И выкладываю нашу смесь на сковородку. И жарим. Вот так жарятся наши ленивые пирожки. Пирожки наши обжарились с одной стороны. Можно смело переворачивать их на другую сторону. Вот так. Ой, какой запах идёт, ребята! Вот так. Вот какие румяные получаются. Вот воздушные. Просто воздушные. Смешные. Ну вот. Первая партия пирожков готова. Перекладываем их на тарелку. И будем печь остальные. Вот такие прекрасные пирожки у нас получились по рецепту Светланы Почечуевой. Ну а теперь можно и попробовать, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какая красота! Разноцветные ленивые пирожки. Я приготовила вилку, я приготовила нож. Но не буду я есть ни вилкой, ни ножом. Я буду руками. Я положила сметану, так как всё-таки тесто блинное или оладушковое. Поэтому можно кушать и со сметаной. Боже ж ты мой! Ребята, смотрите. Всё пропеклось. Сырого теста нет. Это очень вкусно. Это вкусно и очень интересно. Вкус замечательный. Действительно, как у пирожков. Ммм, места. Ручки золотые, Света. Ммм. Замечательно вкусно. Кому не нравится, когда тётя либо чавкает или пробует продукт, ну извините, кому сейчас легко. Ребята, очень вкусно. Во-первых, они красивые. Вы видите, какие они замечательные. Очень вкусно. Да, жалко мало сделала. Очень вкусно. Сметанка не лишняя. Но для себя я добавила бы немножко больше соли. Свет, огромное вам спасибо за идею, за такой прекрасный рецепт. Это действительно вкусно. Постоянно делать блины, они надоедают. А вот такие вот оладушки или, как вы говорите, ленивые пирожки на завтрак самое оно. Очень вкусно. Ммм, мм, мм. Мама дорогая, на ночь не смотреть. И мой любимый кофе. Ребята, это шедевр. Это очень вкусно. Замечательно. Готовьте. Пробуйте. Вы не пожалеете. Вам правда понравится. Ого. Бобочка звонит. Боб, привет, солнышко. Привет. Привет. Ну, как дела в столице нашей Родины? У нас пуханая погода. Боба, у нас сонные дни. Боба, солнышко. Это что-то. У нас дней нет. Это вообще у меня такое впечатление. Да мне тоже кажется, что у нас дней нет вообще никаких. Днега нет. Дней нет. Я сегодня проснулась. Хоть сразу свет включай. Ты понимаешь? То есть вот утро, дня как такового нет. Жуткие сумерки. Вышел на улицу. По участку ходят сонные коты. Сонные? Да. Вода. Снега нет вообще. Гадость жуткая, конечно. Но мне тут без тебя вообще тоскливо. Это просто ужас. схожу, слоняюсь по квартире, как это, одинокий волк. Скитаюсь. А нам с котами как тоскливо. С котами? Вам с котами тоскливо. А нам тут с собаками тоже тоскливо. Женька просит, чтобы я с ней все время играла, играла. Вот она энергичная в отличие от меня. Птички даже кушают, я вижу, без всякого аппетита. Да? Изуможение, понимаешь? Без удовольствия, да? Ну, как твой тупоносый твой прилетал? А как же? Тупорылый. Ну, Боря, ну какой тупорылый, тупорылый? Господи, ты скажешь тоже ей-богу? Книжку надо купить. Какой? Юный орнитолог, чтобы знать этих всех. Как-то ты на юного орнитолога не тянешь. Ну, почему? Почему? По знаниям я юный орнитолог. По знаниям, понятно. Слушай, я тут по магазинам ходила. Борь, я смотрела, смотрела, я не знаю, что тебе купить в подарок, что тебе под елку положить. Ты знаешь, я что тут увидела? Я тут увидела ножи, но ножи не дарят. Прививочные. Ножи не надо дарить, да. Я тоже не знаю, что тебе дарить. Давай-ка ничего не будем дарить. Поцелуй. Два раза. Два раза нельзя, надо три. Тогда три. Под елкой будем целоваться-то? Ну, как скажешь, может под елкой, может под туей. Ой, Боба. Ну, хорошо. Потому что мы дарим всякую фигню иногда, потом она куда-то исчезает и все. Знаешь, Боря, что я хочу сказать? Может, я тебе и дарю всякую фигню, а ту фигню, которую ты мне даришь, она никуда потом не исчезает. Айфон, айпад, шуба. Это все остается. Не, ну давай так. Давай ты мне Бентли. Бентли? Да. Но я тебе, что ты хочешь? Хочешь подзарядку новую для айфона? Нет, ты знаешь, что это как-то несоизмеримо, подзарядка и Бентли. Почему? Что почему? Потому что как-то вот не... Подзарядка, а тут Бентли. Хитрец ты, Боба. А зачем тебе Бентли-то? Не нужно абсолютно, абсолютно. Вот и я о том. Лендкрузера вполне достаточно. Лендкрузера вполне достаточно. Но у тебя же еще не сломался твой лендкрузер. Мой, а куда он денется? Стоит черненький, чистенький. Ты его помыл? А он сам под дождем как-то он на самообслуживание перешел. Не бережешь ты свой лендкрузер, Бобочка, не бережешь. Берегу, берегу. Такое впечатление, что ты себе в любой момент можешь купить лендкрузер. Ну, могу, конечно. Видел. хамадели в лендкрузере дорогие только очень. Вот такие? Да. Ну, вот так вот. Ясно. Ну, ладно, дня нет, но, может быть, скоро начнет день прибавляться. Потому что, мне кажется, такого давно уже не было с погодой. Да не, ну, просто что-то. Снег оставил 17 декабря. Грязища, лужи. Это вообще, понимаешь? Понимаю, Боря, я сама в таких условиях живу, понимаю. Дня нет. Одна ночь. Это верно. Ну что, игрушка, а, игрушка, требуешь к себе внимания? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Требуешь к себе внимания? Ты же хитрая! Ой-ой! Ай-ай! Ты же хитрая! Ты же сразу убегаешь на ковер! Сейчас вместо тебя мяч буду грызть вместо тебя. Ага, сразу бросила. Вот так. Нет, 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 нет. Оп! Ой-ой-ой! Моё-ой! Моё! Ребят, я сегодня какая-то сумасшедшая на готовку. Я не знаю. Вот я показала вам рецепт, как сделать ленивые пирожки. А тут меня пробрало. У меня же осталось тесто. Я хотела приготовить завтра, пойти к маме и тете. Ну, думаю потом, что тесто это будет у меня стоять? Дай-ка я попробую сделать с мясом такие же пирожки. Ну, в общем, сегодня вот такой вот короче, сегодня влог, мы с вами на кухне. Ну, ничего страшного, ладно. Бывают дни, когда целый день пропадаешь на кухне. Вот сегодня мы с вами толчемся у меня на кухне. Пошли делать такие же ленивые пирожки с мясом. Ребят, я решила пойти немножко дальше в творчестве этих ленивых пирогов. У меня была отварная грудка куриная. Я ее из бульона достала и сейчас хочу сделать, попробовать эти же ленивые пирожки с добавлением куриной грудки и с обжаренным луком. Уже репчатым. Вот просто интересно, что получится, каков будет вкус. Если получится неудачно и неинтересно, вкус я вам обязательно сейчас скажу. вот сейчас я измельчаю грудку, посмотрим, как она будет по вкусу. Вот на это бы на все Борис Сергеевич, знаете, что бы сказал? Люба, а что может плохого-то получиться? Продукты-то хорошие, продукты-то хорошие, но может не получиться сочетание вкусов. Вот что может получиться. Но мне очень захотелось попробовать, поэтому особо меня не ругайте, не осуждайте, потому что если получится тоже вкусно, вот это будет да. Так что изобретаем с вами новый рецепт. Все то же самое, только еще с куриной грудкой. Сейчас пойду принесу лук репчатый, обжарим его с вами, мелко порежем и посмотрим, что получится. Я от жадности взяла большую луковицу. Сейчас очищу ее, порежу и пожарю. И покажу вам, что получится. Насколько это будет вкусно. Вдруг у нас с вами получится такая вкуснота необыкновенная. Это же быстро, это удобно и это вкусно. Так. Ну вот. Пока я буду разогревать сковородку, другую, на другой сковородке буду жарить. Почищу луковицу, ой, порежу луковицу, не слушайте меня, мелкими-мелкими квадратиками и обжарю до золотистого цвета. Я думаю, что жареный лук, ой, чуть палец не отрезала, тоже должен придать свой определенный неповторимый аромат. Ну вот, видите, до чего дошла. Уже начала экспериментировать. Главное идею подать. А уж экспериментировать-то мы с вами легко. Сегодня звонил Борис Сергеевич, разговаривали с ним. Ой, тоска зеленая ему там тоже, бедному. Почему я решила лук обжарить? Потому что мне кажется, он не успеет обжариться из-за большого количества ингредиентов. Вот поэтому я решила лук обжарить. Сейчас посмотрим. Заранее не будем загадывать, сейчас все посмотрим. Ну, это, конечно, уже рецепт подлиннее будет. Ну, и что? Если вкусно, да они еще будут пирожки мясные, я думаю, что мужчины скажут нам огромное-огромное спасибо. за такой рецепт. Мужчины же любят мясные блюда. Вот мы сейчас с вами и сделаем. Что-то я говорю, говорю, а знаете чего? Вдруг получится не очень вкусно. Ну, ничего. Отрицательный результат, это, ребята, тоже результат. Такс. Вдруг правда будет вкуснота такая, что язык проглотишь. Так, быстро поднятая, упавшим не считается. Так, ну, сковородка разогрелась, можно выкладывать лук. Так, это сюда, а вы пошли со мной. вот сюда. Добавим чуть-чуть маслица. И будем пассеровать лук. Пока у меня пассеруется лук, я решила еще кое-что новенькое внести в этот рецепт. Что? Петрушку. Петрушку. Укроп решила не вносить, потому что у укропа очень яркий, знаете, такой вот запах. Мне кажется, что в этих пирожках он не будет играть главную роль, и это не есть хорошо, вот как мне кажется. Запах вот этих ленивых пирожков все-таки запах укропа не должен перебивать. Укроп хорошо играет там, где овощные блюда, а у нас с вами блюдо получается не совсем овощное. И я решила порезать сюда петрушечки. сейчас посмотрим, что получится. Ну, у нас получается практически свой рецепт. Ребята, мы с вами придумали новый рецепт. Так, зелень я тоже кладу сюда, перемешиваем. Вот такая красота. Начинку я не солю. Я солила тесто, поэтому начинку я солить не буду. Вот такая красивая начинка. у меня получается. Берем наше тесто и добавляем сюда начинку. Одни блины на завтрак, вторые блины на ужин. Ну, очень хотелось попробовать, что получится. Вот так. Сейчас дожарится лук, и мы с вами его положим тоже сюда. Все, крючок у нас пожарился, даже больше, чем нужно. Правда, его оказалось мало. Наверное, придется лучка класть больше, потому что одной луковицы крупной не хватило, сильно ужарился. Но ничего страшного, думаю, что запах этот лук все равно даст. Но зеленого не хочу добавлять, хочу попробовать с таким. так, ребят, вот я еще пожарила луковицу и выкладываю. А то одной как-то ну совсем прям мало. Боюсь, ее не почувствуем даже. Перемешиваем. Ребята, раз пошла такая нет, неправильно, песня, у нас пирожки с мясом, я решила сделать чесночный соус. Зубчик чеснока пропускаем через пресс. Вот так. Ну а что, почему нет? Почему нет? Я считаю, что стоит попробовать. У меня даже слюнки текут. Я извиняюсь. У меня на канале можно глотать слюнки. И у меня на канале мы все будем пробовать, что хотим и как хотим. Теперь добавляем сметанки в чеснок. Три ложечки. Нет, четыре. Четыре. И размешиваем. Ой, сейчас, секунду, у меня последний блинчик готов. Не блинчик, а последний пирожок. Так, все. Снимаем, выключаем. и смотрим. Вот какие пирожки у меня получились. Сейчас будем пробовать. Пирожки с начинкой Светланы Почечуевой я пробовала со сметаной. Но скажу честно, мне они больше понравились без сметаны. А вот эти пирожки я попробую тоже без сметаны. Но так как они мясные, я решила сделать чесночный соус. И буду пробовать с чесночным соусом. Так, ну что, у нас все с вами готово. Это лишняя курица, но не лишняя. возьмем блюдечко и будем пробовать. Не буду брать горячий, а возьму тот, который уже остыл. Ну, во-первых, ой, он еще не очень остыл, он еще горячий. Ну, во-первых, я хочу его разломить, чтобы вы увидели, что он пропекся. Видите? Сырого теста нет. Аромат замечательный. Сейчас немножко постынет, потому что горячо пробовать. Очень горячо. Вилкой, что ли, пробовать? Или руками? А? Буду пробовать руками. Так. Мама дорогая. Ребята, это что-то. Господи, Светлана, замечательный рецепт. Без соуса. Отлично. И очень вкусно. Ну-ка, с соусом. Тоже вкусно. И с соусом вкусно. И без соуса вкусно. Просто замечательно. Я думаю, вам этот рецепт, ребята, понравится. Сегодня мы с вами попробовали сделать и без мяса, с луком и яйцом. Получилось обалденно вкусно. И сейчас, не откладывая в долгий ящик, мы с вами сделали с курицей, с яйцом, пережаренным репчатым луком. И получилось очень вкусно. Тоже, тоже получилось вкусно. я думаю, что эти пирожки подойдут не только на завтрак, но и на ужин, и на перекус. Ребят, это очень вкусно. Готовьте, вы не пожалеете. Замечательно получилось. Вот такой кулинарный влог сегодня получился. Ну, я думаю, что вы не обидитесь на меня, потому что очень хотелось попробовать два варианта ленивых пирожков. И оба варианта оказались удачные. Так что экспериментируйте, пеките и делитесь, с какой начинкой вы еще делаете эти ленивые пирожки. С овощной начинкой и с болгарским перчиком наверное, тоже будет очень вкусно. Да, Женек, тебе не досталось пирожка? Ну, собакам нельзя. Собакам нельзя. Что ты облизываешься? Давайте дадим маленький кусочек. Давайте. Ну, ладно. Ну, будешь? Маленький кусочек. Эй, вкусно. Конечно, вкусно. Ага, и потащила в норку. А на этом я хочу свой сегодняшний вкусный влог закончить. Всем всего самого доброго, самого хорошего, всего самого-самого лучшего. Всем до встречи, мои хорошие. Всем пока-пока.